Ресторации мира Сегодня мы познакомимся с юным дарованием кулинарии Монреаля. Посмотрим на посуду, сделанную парижскими художниками, и зайдем в закусочный молекулярный бар в Токио. Это был небольшой ресторан на плато Монрояль в Монреале. Теперь он звезда местной кухни в самом центре города. Он называется «поднимающееся молоко» или в обиходе просто «Восход». Его курирует шеф-повар Мартин Джоно, совершенствующий свое искусство и признанный одним из лучших кулинаров Монреаля. Само помещение очень хорошее. Позади расположена простая кухня, чудесный подвал для вина и много места для обслуживающего персонала. Это меня очень радует. Мы именно этого и хотели. Сделать перестановку, сохранив начинку неизменной. Разве что чуть-чуть расширить пространство для творчества. И нам это удалось. Здесь все в холодных тонах, но вместе с кирпичом и деревом это смотрится замечательно. Дизайн целиком отвечает предлагаемому вам сервису и кухне. Просто, но со вкусом. Каждое блюдо начинается с идеи, точнее с тематики, а дальше идет развитие. Например, мы хотим переработать паэлью. Что входит в ее состав? Как лучше использовать ингредиенты? И, наконец, как ее следует подавать? Вот так мы и приходим к результату. Порой вы решаете убрать какой-то компонент или подать его в измененном виде. Да, как мы только их не изменяем, стараясь быть оригинальными и в то же время простыми, чтобы не переусердствовать. Что касается квебекской нотки в моей кухне, то это сами продукты, являющиеся основой любого блюда. Раз уж мне повезло и в моем распоряжении самые лучшие продукты, то главной для меня остается сама идея. Мы используем только самые свежие продукты, никаких заморозок. И я горжусь нашими поставщиками, нашими фермерами, которые смогли вдохновить меня на создание кулинарных шедевнов. Есть трудности с поставкой продуктов в течение года? Зима – это мертвый сезон. В это время мы пользуемся кореньями и зимними овощами. В крайнем случае покупаем продукты за пределами квебека. Вы переживаете процесс расцвета квебекской кухни. Это началось совсем недавно? Да, недавно, но еще до конца не развилось. Я думаю, что сейчас мы в самом начале. Знаете, есть такая звездная система в США или во Франции, когда сюда узнают. Мне бы хотелось, чтобы и у нас было так же. Признание открывает перед тобой все двери и существенно облегчает твою работу. Но нам еще работать и работать. Лондон Жозеф Жозеф – это фамилии двух братьев-близнецов. Один из них дизайнер, второй бизнесмен. Эти дизайнеры от Бога достигли феноменального успеха в изобретении предметов для кухни, сделанных по принципу «великие идеи для скромных пространств». Наша философия – функциональность прежде всего. Мы хотим, чтобы наши предметы воспринимали всерьез, и чтобы они прекрасно работали. Это наша главная задача. Предмет должен быть полезным, и для нас они идут бок о бок с совершенствованием и инновацией. Таковы наши приоритеты. Вместе с тем мы стараемся, чтобы наши предметы были привлекательные, стильные, чтобы их нестанно было предложить в подарок. И не один раз. Все началось со стеклянной разделочной доски, которую я сделал вместе с отцом. Мы уже тогда планировали начать с предметов для кухни. И мы сделали ставку на доску, которая стала довольно популярной и позволила нам узнать этот рынок и его покупателей. Так постепенно и выросло наше предприятие. В самом начале наших дизайн-разработок у нас было обычно около сотни идей. Мы постоянно обсуждаем их со своими клиентами, будь то закупщик гипермаркета, частный предприниматель, наши родители, друзья и просто прохожие, и решаем, что воплотить, а что нет. Обычно мы начинаем с сотни, а остается примерно половина. Затем мы переходим ко второй стадии, в которой идеи обретают форму. Но не забываем о конструктивной критике, и в конце концов у нас остается около 20 предметов, которые мы выставляем на рынок. Что вы считаете своим самым успешным проектом? Разделочную доску «Тупот», которую можно сгибать. Во всем мире продано более миллиона экземпляров такой доски. Кстати, наша продукция продается в 51 стране. Самый обширный рынок – это Великобритания, Затем идёт Япония, Центральная Европа, Америка и Канада. А вы сами готовите? Да, и я, и мой брат. Не очень хорошо, но очень охотно. Мы как обычные люди, которые готовят в самом обыкновенном доме. Мы не делаем из этого специального хобби, но предлагаем качественную продукцию, ведь нам обоим очень нравится принимать гостей. Это здорово, когда кухня становится самым главным местом в доме и самым стильным. Париж В галерее Пьер-Ален Шальи среди разных произведений искусств выставлены и тарелки, расписанные такими художниками, как Соня Деланне или Алисия Пенальба. Тарелки всегда отражали моду и вкусы своего времени. Это настоящее произведение искусства. Роскошные или строгие, украшенные цветами или словами, они гораздо больше, чем статарелки. Как возникла эта коллекция тарелок? Вообще-то, я не являюсь основоположником этой традиции. Она началась в 70-м или 74-м году. Тогда первым кирпичиком в фундаменте стала художница Соня Деланне. Сегодня всемирно известная, она одна из первых художниц с начала века практически сразу занялась тем, что сегодня называют дизайном, но о котором тогда так никто не говорил. Она перенесла свой художественный опыт и свою известную игру цвета на повседневные предметы, что и воплотилось в этой коллекции. Сейчас молодые художники продолжают эту традицию в довольно скромных формах, преимущественно на круглых тарелках, большая часть из которых совершенно классическая. Впрочем, когда художники начинают творить, о классике можно забыть. Чего тут только нет, цвета, рисунок, мотивы, вплоть до крайне самобытного, такого как Жуэля Дюкоро, который высмеял классическую тарелку, повесив ее на стену и расписав словами, которые никакого отношения к ней не имеют. Он превратил ее в рыбацкий порт или соборную улицу, заставив работать наше воображение. Мы также хотим, чтобы эти тарелки были доступны. Цены на них начинаются от 250-300 евро. Это вполне приемлемая цена по сравнению с классикой столовой посуды, где все модели, как правило, очень дорогие, хотя они и выпускаются промышленно. Так что это разумная цена, зрачный труд. Разумеется, во время продажи на аукцион некоторые из наших тарелок, замеченные публикой, могут достигать цены в несколько тысяч евро. Знаете ли вы коллекционеров, которые следят за вашей коллекцией с момента создания и постоянно покупают новинки? Конечно, они постоянно пополняют коллекцию, хотя бы потому, что, как и любая другая, эта тарелка может попросту разбиться. К сожалению, когда речь идет об ограниченной серии, мы не всегда можем восполнить утрату. Но у нас много любителей потихоньку создавать свою коллекцию. И я этим очень доволен, потому что такие люди уже 40 лет покупают нашу продукцию. У нас были поклонники в 70-е годы. Есть они и сейчас. Они либо наследуют коллекцию, либо приобретают ее. Мне кажется, что идея наследования сегодня довольно редкая, и тем она ценнее, потому что так предметы обретают больший вес. Самое интересное о Демистико – это графичность. Эта марка прославилась настенными наклейками, прежде чем приняться за тарелки. Тарелки, которыми можно любоваться как на столе, так и на стенах. Расскажите, как вы пришли от настенных наклеек к декорированию тарелок? Мы довольно быстро, во всяком случае во Франции, стали специалистами в области домашней графики. А тарелки были возможностью показать, на что мы еще способны. Помимо этого, мы еще хотели оживить совершенно заботную практику вешания тарелок на стену в качестве элементов декора. И наша задумка сработала. Люди начали сверлить стены, чтобы вешать на них тарелки. А есть те, кто просто пользуется тарелками? Разумеется, таких людей немало, ведь тарелки для этого и сделаны. Матали Кроссет, например, придумала тарелку «Пикник». На нее так и тянет что-нибудь положить. Есть у нас и фавориты. Особенно тарелки Дилана Моторелли, австралийского художника, который создает очень детализированные и очень характерные у него графические рисунки. Это способ предложить не слишком состоятельным людям обзавестись предметами искусства, потому что такие тарелки, как от Дилана, иначе не назовешь. Блюда от шеф-повара. Начнем с утиного яйца со шведского острова Готлэнда. Побегов рогоза, сорта спаржи, который растет на востоке Орла, на котором мы находимся. Также положим ростки папоротника и хмеля. Это блюдо прекрасно отражает нынешнее время года и оставляет во рту очень приятный вкус зелени. Это листья бука, очень распространенного в Дании. Зеленая нотка слегка горькая и очень кислая. Затем положим листья хмеля и немного сосновых иголок. Сбоку добавим маленькие сухарики и соус из аспирулы душистой. Другого дикого растения по вкусу немного напоминающего плоды дерева кумару. Готово! Париж. Кухонные истории Когда-то Агнес Вьено публиковала книги обо всем на свете. Теперь она специализируется на кулинарных книгах. Пока крупные издатели дерутся за клиентов, она идет своим собственным путем, предлагая гораздо больше, чем простые книги рецептов. Некоторые из ее книг рассказывают настоящие истории. Расскажите нам, что поводило вас публикация исключительно кулинарных книг? С помощью их я могу рассказывать истории. Поначалу мое издательство публиковало все подряд. А затем настал момент выбора, поскольку издавать 20 книг в год каждой из представленных областей это очень проблематично. Тут-то я и узнала, что гастрономия позволяет тебе окунуться и в мир географии, и в историю, и в иллюстрированные романы, и подаваться в форме эссе. Тогда я сказала, что это как раз то, что нужно. К примеру, книга о мафиозной кухне за столом с мафией, которая позволяет нам рассказать о кинематографе, об актерах, игравших в таких фильмах, как «Лицо со шрамом», «Казино», «Крёстный отец» и многих других, и как следует описать всю эту итало-американскую кухню, которая так популярна в Нью-Йорке. Расскажите мне о ваших бестселлерах, в том числе и о неожиданных. Прежде всего, это «Пиаш-10», книга Пьера Герме. Увидев цену, на которую мне говорили, что я просто сошла с ума, на что я отвечала, что это всё же Пьер Герме. Это книга фотографий, где не было никаких натюмортов, и всё прекрасно освещено. В итоге получилась удивительная книжка, которая прекрасно продаётся во Франции. Она переведена на два языка, и ещё два перевода пока готовятся. Это моя самая толстая книга, и её больше всего переводят. Но есть ещё и другие, например, книга о печенье макарон. Была продана тиражом в 20 тысяч за два месяца. Или вот эта книжка с соответствием «Жюли Андрио». Она выбрала 150 продуктов и попыталась выяснить, какие из них лучше сочетаются между собой. Как вы нашли своё место в книжных магазинах и на рынке в целом? Для этого нужно быть немного вперёдсмотрящим, немного изобретателем. Я пыталась сделать что-то новое, найти молодых фотографов или использовать людей в неожиданных эмплуа. Например, фотограф, который любит натюрморты. Фотографы, которые занимаются съёмкой драгоценностей, используя совсем другой свет. В этом и заключается моё отличие от других издателей. Вкусовые формы Дорогу к цвету. Взгляните на пастельные цвета у кувок чая английской фирмы Selfridge. Строгие и очень красивые. В такой же строгости нуждаются необходимые на кухне продукты. Скандинавская минеральная вода Мальберг помечена цветовыми пятнами в зависимости от того, простая она, газированная или ароматизированная. Есть и те, кто, напротив, использует энергию ярких, и броских цветов. Эти разнообразные банки для чая выстраиваются в башенке, а четырёхугольные пакеты складываются в форме звезды. Что касается сиропов, они говорят сами за себя. Сразу понятно, что вам предлагают. И, наконец, датские конфеты в маленьких коробочках с рисунками, которые окрашены в цвета конфет. Токио. Ужин у мандарина. Восточный мандарин – это не только самая красивая гостиница в Токио, но и три звёздных ресторана. Первый – роспись, где изысканная кухня с французским уклоном. Затем идёт смысл, предлагающий современную китайскую кухню. И, наконец, молекулярный закусочный бар. Здесь каждый вечер десяток человек помогают молодому шеф-повару воплотить в жизнь его смелые задумки. Наполовину американец, наполовину японец. Он не боится новшеств. Когда я сюда пришёл, я не хотел подавать японскую кухню. Готовить японскую кухню в Японии для японцев казалось мне очень большой ответственностью. И хотя я занимался этим в США, здесь всё совсем по-другому. Тогда я занялся западной кухней, и сегодня я совершенно об этом не жалею. Использую японские продукты и старые деревенские рецепты. Я их перерабатываю на свой лад, так как японцы ни за что бы не сделали. Наш стиль очень близок к кайсаке или капу. Кайсаке очень формален, даже летом вы должны есть в помещении, где стрекочут кузнечики, создавая иллюзию того, что вы на свежем воздухе. Это традиционные рестораны, где вы сидите за столом. Капо более демократичный. Вы получаете ту же еду, но с открытой кухней и со стульями вокруг неё. Так выглядит наш бар. Мы подаём жареные, хрустящие блюда и блюда на гриле. Это очень похоже на капо, только мы добавили 10 блюд. Мы сделали это для того, чтобы клиентам не надоедало однообразие. Еда должна быть первоклассной от начала и до конца. Все порции у нас очень маленькие, и мы предлагаем более сладкие или более острые вариации. Из-за маленьких порций у нас больше выбора. Вы используете молекулярную кухню для приготовления некоторых из своих блюд? Не часто. Мне кажется, мы ещё не нашли нужного баланса. Наши гости хотят такой особенной кухни. Но как повар, я считаю, что лучше как можно меньше вмешательства. Немного соли, может чего-то ещё, иногда немного говядины. Молекулярная кухня чаще становится развлечением, которое занимает то же место, что и сама пища. Зачастую она просто пытается улучшить вкус продукта посредством современных технологий. Наш ресторан не был бы таким, если бы не участие наших посетителей. Мне жаль тех поваров, у которых нет такой возможности. У нас разные аннотации для японцев и иностранцев. Если к нам приходит кто-то, кто знает японский, он спрашивает, кто сделал такой плохой перевод. Но для нас важно рассказать всё правильно и так, чтобы нашему гостю это было понятно. Одно блюдо можно назвать ломкой арбуза. Казалось бы, ерунда, но в Японии все знают суиквари. Летом они идут на пляж и разбивают арбузы, почти как пиньяту. Это блюдо напоминает японцам об их детстве. Оно им ужасно нравится. Даже прежде, чем они его попробуют. Впрочем, и иностранцам это не так-то сложно понять. Может, назвать его арбузная пиньята? Это блюдо является интерпретацией произведений Джима Ламби. Чтобы воспроизвести эти черно-белые полоски, мы воспользовали соусом из пармезана, который покрасили в черный цвет углем и налили его на дно тарелки, изменив наш салат. Ведь обычно соусом салат поливают сверху. Еще мы добавили туда жареных лангустов и большой набор свежих и маринованных овощей. маринейт пиньята салат и салат и салат и и салат и салат и и наши клиенты как правило перепробовали уйму ресторанов, прежде чем прийти к нам за оригинальной кухней. Мне нравится, когда мою кухню обсуждают. Я хочу, чтобы они уходили с какими-либо мыслями, потому что нет ничего хуже, чем остаться незамеченным. Самое лучшее, если они будут растеряны, но довольны. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии ЮСИ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok